Я только что сказал о пандемии. Я никогда не думал, что процесс этот, сам процесс, не только болезнь, перевернет весь мир. Но сплотившись, мы показали, что мы можем. Мы всегда говорили, Россия лидер, лидер, лидер. Вот Россия и показала, что она действительно лидер. И, Халло Денисович, мы вам благодарны. И вам лично, потому что президент принимал решение, вам пришлось его исполнять за то, что вы помогли нам. Да и всем вы не прячете эту вакцину ни от кого. Их уже четыре. Вы уже еще раз работаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует, и штаммы появляются новые. И дай бог, чтобы наши вакцины работали против всех этих штаммов. Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии. Мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Более того, в лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией населения. Благодаря России и выпуску по их технологиям вакцин мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется. И мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина, так как поступила Россия, тот же так и мы поступим. Мы с президентом Путиным в последний раз, встречаясь, обсудили вопрос помощи гражданам западных государств. Хоть их правительство ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на спутник ВИ в западных государствах. И к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят помогите. Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроить там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем, и оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет бешенства в отношении пандемии самой и вакцинации населения. Главное для нас сейчас защитить стариков. Защитить стариков и людей, которые склонны, в первую очередь, к заболеванию коронавирусом. Вот это главное. Поэтому мы их подталкиваем к этому, не настаиваем, обязательной вакцинации нет и не будет, но надо помочь и соседям, особенно украинцам, и видеть, что там происходит. В период пандемии, известно вам больше, чем кому-либо, пострадали не только экономические связи, но и социально-гуманитарные. Их тоже нужно восстанавливать, прежде всего так касается человеческих контактов, сфер культуры, науки, образования, спорта и туризма.